Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новый день с вами встречает утренний фреш. В этом выпуске я, Влада Васильева, расскажу о некоторых актуальных культурных событиях Гомеля и Гомельской области. А также познакомлю с другой полезной информацией. В первый рабочий день на этой неделе на территории Гомельской области будет переменная облачность, а осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до 30 градусов тепла. Ветер юго-западной скоростью до 8 метров в секунду. Для любителей пленочной и аналоговой фотографии 5 сентября в Музее фотографии и печати проведут мастер-класс. Его посвятят теме фотосъемка на пленку, проявка пленочных фотоматериалов, печать на фотобумаге. Участники этой встречи смогут научиться проявлять фотопленку и печатать с нее фотографии. Также в программном мероприятии знакомство с основными приемами съемки на фотопленку, приемы работы при разных условиях освещения, оптическая печать от снятых материалов. Мастер-класс пройдет 5 сентября. Начало в полдень. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В книге рекордов Гиннесса зафиксирован самый большой кот в мире. Его кличка Геркулес, а относится он к лиграм. Это гибридная порода, которая представляет собой помесь льва с тигрицей. Вес этой кошки не менее 400 килограммов. Если животное становится на задние лапы, то его рост более 3,5 метров. Многие туристы специально приходят в парк, где живет Геркулес, чтобы своими глазами увидеть самого большого кота на планете. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Палеонтологи открыли новый вид динозавров, который обитал на нашей планете более 115 миллионов лет назад. Ученые провели анализ костей, найденных на британском острове Уайт, и выяснили, что они принадлежат ранее неизвестному виду. Предполагается, что динозавр, длина которого могла достигать 4 метров, относится к семейству тераподовых. Данных об этих животных времен середины мелового периода не так много, поэтому ученые надеются, что получили возможность расширить понимание разнообразия видов динозавров этой эпохи. В Канаде несколько рыбаков вытащили из местного водоема очень странное существо. Снимая установленные довольно глубоко сети, мужчины заметили, что уйдут не с пустыми руками. На глубине 800 метров в них попала рыба, однако ее внешний вид сбил рыбаков с толку. Плавники у нее похожи на крылья, а нос будто резиновый. Когда фотографии своей подводной охоты рыбаки разместили в соцсетях, знающие люди их просветили. Оказалось, в рыболовной сети попала носатая химера. О биологии и поведении этого вида известно еще не так много, поскольку обитает эта рыба на большой глубине. Такой вот редкий улов. В этом выпуске в рубрике «Есть вопрос» нотариус Светлана Белова расскажет о том, нужно ли делить имущество, приобретенное до вступления в брак. Очень хороший вопрос. И в практике нотариусов он возникает довольно часто. Ну, наверное, стоит сказать, какое имущество является личным, то есть имуществом одного из супругов. Это то имущество, которое приобреталось до брака, либо получено в дар, либо получено по наследству, при этом независимо от того, в браке это произошло, либо до заключения брака. Соответственно, это имущество является имуществом каждого из супругов. Есть возможность по законодательству признать это имущество общей совместной собственностью супруга в том случае, если в него будут произведены совместные вложения, которые значительно увеличат его стоимость. То есть это какая-то реконструкция, перепланировка. Законодательство не содержит понятия, что такое значительное вложение. То есть каждый раз этот вопрос решается индивидуально. Соответственно, если иное не предусмотрено брачным договором. Поэтому в брачном договоре можно предусмотреть, что такое имущество, даже если в него в период брака вкладывали совместные супруги, причем независимо из каких источников, из совместных, либо из имущества каждого из супругов, оно не будет являться общей совместной собственностью. То есть у супругов не будет равных прав на это имущество, а это имущество так и останется собственностью того супруга, на имя которого оно приобретено, соответственно, и зарегистрировано. Тоже, наверное, стоит сказать, что же такое брачный договор. Это соглашение, которое могут заключить между собой лица, которые вступают в брак. То есть есть такая возможность, потому что зачастую уже лица, вступающие в брак, имеют какое-то свое имущество и имеют необходимость решения вопросов об установлении, скажем так, собственности в отношении этого имущества. Соответственно, брачный договор очень хорошо и работает, и помогает в этом вопросе. Также брачный договор имеет право заключить супруги. Но тут стоит обратить внимание, что заключить его можно только до момента расторжения брака. То есть когда брак расторгнут, уже заключить брачный договор, к сожалению, будет нельзя. Но можно будет заключить другой договор, договор о разделе имущества, приобретенного в период брака. Скажем так, и тут нотариус может помочь в решении этих вопросов в бесспорном порядке. Брачный договор предоставляет очень широкие возможности решения вопросов имущественных, неимущественных, вопросов в отношении детей. То есть это очень хороший гражданско-правовой договор, который помогает и действительно работает. Причем работает не только в случае расторжения брака, но и на укрепление семьи тоже очень хорошо работает и помогает людям, которые разрешили все вопросы касательно имущества, свою семью сохранить. То есть там можно определить, какое имущество будет принадлежать каждому из супругов. Можно определить разные доли в имуществе. Можно определить порядок несения семейных расходов. Абсолютно различные вопросы, которые не противоречат законодательству. Его заключать разумно, его заключать целесообразно. Опять-таки в него можно вносить изменения, пока супруги в браке. Ну и, соответственно, если брачный договор имеет в себе условия отношения, в отношении недвижимого имущества, он подлежит обязательной государственной регистрации. Как провести время с пользой? Своими идеями на этот счет с нами поделились гомельчане. Они дали немалодельных советов и рассказали о проверенных и практически незатратных видах досуга. Добрый день! Я Дмитрий Трусов. Я представитель общественного движения «Велогомель». Я занимаюсь развитием велосипедного движения и велотуризма в том числе. Приблизительно с студенческого возраста я начал этим интересоваться. Более старшее поколение рассказало про велотуризм. И с этого момента, можно сказать, началась такая активная жизнь, когда не представляешь свою жизнь уже без велопоходов или похода выходного дня. Полезно, потому что, во-первых, это здоровье. Вы не сидите в машине, не едете в поезде, вы постоянно нагружаете свой организм удобной для вас нагрузкой. Вы выбираете тот маршрут, который вам интересен. Он может быть красив, интересен, безопасен. Есть различные группы ВКонтакте, например, в Фейсбуке, где люди компонуются по своим интересам. Это может быть группа «Велогомель» наша, это может быть группы БФСО, это походы. Они могут быть водные, пешие, велосипедные. То есть люди, опять же, ищут таких же людей, идейных, интересных по своим интересам. Хотелось бы пожелать всем гомельчанам и гостям города, чтобы вы просто больше путешествовали, больше узнавали свою родную страну, ну и опять же, ездили за пределами нашей страны. Это очень интересно, очень классно. Узнавайте новые места, узнавайте новых людей и ведите здоровый образ жизни. Новый день с вами встречала программа «Утренний фреш». Новая рабочая неделя в самом начале. Пусть она пройдет продуктивно, легко и спокойно. Улыбайтесь, и люди будут дарить вам улыбки в ответ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова